Российские авиакомпании и туристические агентства вторые сутки работают в особом режиме. После решения руководства страны приостановить отправку россиян в Египет, пассажирские перевозки идут только в одном направлении. Самолеты летят на Синай пустыми, чтобы вывезти десятки тысяч наших граждан на родину. При этом никакой экстренной эвакуации не происходит. Большинство людей возвращаются теми рейсами, на которые у них куплены билеты. Еще одна проблема. Туристы, которые только собирались в Египет, сейчас им предлагают другие варианты отдыха. И подробнее обо всем в репортаже Павла Краснова. Если ночью в судьбе туристов, купивших путевки в недоступный теперь Египет, еще была неопределенность, к утру ситуация стала проясняться. Петербургский аэропорт Пулково, представитель туроператора, предлагает пассажирам замену вместо Красного моря выбрать Средиземное и прямо сейчас лететь не в Египет, а в Турцию. Все параметры отеля будут сохранены, заявленные к вам. К сожалению, на данный момент это единственное... Такая распределять будут там? Да, распределять будут по прилету. Мы сейчас создаем максимально комфортные условия для наших туристов. Там гостиница не ниже к вам? Нет, не ниже. Ни в коем случае. Такие же предложения почти слово в слово теперь звучат повсеместно. В аэропортах, откуда российские самолеты летали в Египет. Вместо Хургады и Шарм-эль-Шейха туристов зовут в Анталью и реже на Кипр. Мы сможем выбрать все, что нам понравится. Мы очень довольны и счастливы с мужем, что не пропадет ни юбилей, ни день рождения его. Наш оператор предложил поменять направление на Турцию, с Египта на Турцию. И мы согласились, потому что мы хотим отдохнуть. Мы на самом деле очень рады этому, потому что Египет уже не очень хотел слететь в связи с последними событиями. На замену путевки соглашаются не все примерно. Каждый третий. В Турции сейчас холоднее, чем в Египте. Но кроме этого предложения у туроператоров есть и другие. Перенести тур в Египет. Передвинуть. Либо дождаться возобновления авиасообщения, либо передвинуть еще дальше. В принципе, туроператор готов в течение года. Вот этот тур предоставить туристу в тот период, когда ему это удобно. Те, кому не подойдет и такой вариант, вправе требовать от туроператора возврата денег за путевку. Но механизм компенсации туристические компании еще обсуждают. В том числе на заседаниях, созданного в правительстве оперативного штаба. Впервые он был собран еще минувшей ночью. Затем сегодня днем. В центре внимания возвращение на родину туристов, что уже находится в Египте. И повышение безопасности авиарейсов в Россию. Египетскую сторону убеждают усилить охрану аэропортов. Военные уже взяли под контроль все процедуры оформления пассажиров на рейс. Они присутствуют уже в Шума-Шейхе, в других аэропортах. И минимизируют бесконтрольные действия, которые, судя по отзывам туристов, ранее присутствовали в ряде аэропортов. По уточненным данным, в Египте сейчас остаются около 80 тысяч граждан России. Их возвращение будет постепенным раньше срока. Туристов вывозить не планируют. Ни о какой экстренной ситуации речь не идет. Идет речь о плановом возврате наших туристов на родину. В соответствии с теми графиками, с теми датами, которые были изначально определены. В течение дня из Хургада и Шарма-Шейха в Россию вылетели сегодня 13 самолетов. Это больше 2000 пассажиров. Правда, домой они летят налегке. На борт разрешено брать только ручную кладь. Багаж будет доставлен отдельно, грузовыми бортами. Чтобы его получить, туристы заполняют специальные анкеты. Первое заявление мы оформили в самолете, где сказали о том, какой у нас был багаж, количество багажа, какой адрес нам нужно доставить. И второе заявление нужно заполнить нам и рассказать о том, что нам багаж не выдали. Механизм адресной доставки багажа еще прорабатывают, но в общих чертах алгоритм уже известен. После доставки в Москву багаж будет развозиться либо по соответствующим городам, где проживают граждане, куда они направляются. Если они еще находятся в Москве в аэропортах, то, естественно, багаж будет выдаваться им прямо в аэропорту. По желанию граждан багаж может доставляться им по почтовому адресу. Самолеты из России вылетать в Египет продолжают и сегодня, но без пассажиров. Пустыми именно этими бортами туристы, что сейчас отдыхают на берегах Красного моря, будут возвращаться домой. Павел Краснов, Дмитрий Синицын, Александр Бернастаев, Первый канал.